И здравствуйте, уважаемые, с вами Зигзахедж, и вы смотрите четвертую серию серверного летсплея на сборочке The Other Side. И перед тем, как начать, как обычно, я хочу поблагодарить замечательного человека по имени Ритариус за поддержку меня на ютюбе, да и в принципе всех, кто меня поддерживает. Ребятки, я начинаю записывать эту серию в один день, а буду продолжать в следующий. Потому что я понял, что у нас с вами есть сейчас один очень длинный процесс, к которому нам в итоге придется прийти. И для того, чтобы я спокойненько смог за кадром этим процессом заниматься, я себе делаю свой собственный... ну как? Так, ой, не то. Из моего мода молот паровой, да? У нас есть с вами теперь половой молот, что я сказал? Паровой молот. Вот, потому что у меня есть некоторое количество вот этих вот кристаллов пространственных, и нам их с вами нужно как раз передолбить при помощи этого самого молота. Если мы найдем этот рецепт, вот он. Нам с вами нужен пар и, собственно, что-нибудь, что горит, для того, чтобы этот самый пар вырабатывать. Поэтому буду ставить эту адскую машинку куда-нибудь поближе к бесконечному источнику воды, то бишь вот здесь, допустим, да? И да, нужно ему поменять текстуру, наверное, будет. Вот, и для того, чтобы нам с вами с ним общаться, я просто должен в него заливать воду. У меня, к сожалению, нет сейчас способа сделать себе нормальный какой-нибудь, как его зовут, насос, да? Но, в принципе, еще три ведра воды сюда влезет, мы с вами сможем с ним общаться ручками. Так, и засунуть сюда то, что горит. Вот, собственно, пошел процесс нагрева. Сейчас мы с вами будем здесь получать пар. Как только пара будет, по-моему, 600, да, мы с вами вполне себе сможем сюда начать, точнее, обработку. Я, в принципе, сейчас сразу сюда все это дело пихну, и нам с вами останется исключительно вот так вот работать, да? Единственное, что он меня как-то странно подтормаживает. Надо будет посмотреть, что там с коном такое. Я наманьячил, что он у нас начал тормозить. Возможно, виноват фейтфул. Возможно, виновата все-таки вот это очень частое обновление. Ну, ладно, посмотрим. Давай, штучка, сделай мне 600 пара, и все у тебя будет хорошо. Давай еще чуть-чуть, 550. Я в тебя даже еще водички залью. Вот, он начал долбать. Бдых. Как только он ударит 6 раз, за каждый удар он убирает у нас здесь с вами 100 пара, мы с вами получим здесь специальные осколки, которые потом сможем при помощи машины-временем запихнуть в себя, для того, чтобы попасть в Незер. В принципе, я так что-то думал-думал и понял, что без Незера мне оно вообще никуда. Я даже экшляддиженс не могу дальше начать, потому что мне нужен Эмпауэллер, на него нужен кварц. Поэтому нам с вами по-любому придется рано или поздно оказаться в Незере. Вот, а теперь, собственно, я ушел на долгую-долгую ожидайку и заодно на поиске Энтерперла. Увидимся с вами, ну, завтра. Точнее, вы сейчас увидите, да? Для меня это уже будет завтра. И, ребятки, я тут включил запись ненадолго, потому что я хожу по миру и ищу всякие вкусности. Нашел деревню, нашел здесь дом из Экшель Адишнс и, смотрите, это просто клад. Четыре айронкезинга и дрилкор. Ей! Ну, на самом деле, я, наверное, отсюда все заберу. Даже вот кристалл-блоки заберу и даже кварца заберу. И вот единственное, что не знаю, забирать ли сам вообще, наверное, его тоже заберу. Единственное, что вот здесь какой-то маленький фонарик. Есть такое ощущение, что эту деревню уже кто-то облутал, потому что я здесь... А, нет, хотя, может быть, не облутал. Может быть, этот факел был вот здесь, на заборе, где-то там. Вот, потому что я здесь, как бы, все дома уже пустые, всех съели, да? Успешно сожжали. Нифига себе, можно из темного кварца делать, оказывается, такие штуки. Вот, и почему-то все сундуки пустые, которые я находил. То есть, с одной стороны, очень похоже, как будто здесь уже кто-то прошелся. Из-за наших игроков. С другой стороны, не знаю, почему тогда вот этот домик никто не съел. Ну, в любом случае, я пока не смог... А, и вот еще почему. Потому что здесь только вот так. Кстати, 3-теп можно бы, наверное, и забрать. Вот, я все еще, к сожалению, не могу найти ни одного эндермена, ни одной эндерперлы. Я даже не знаю, что нам с вами делать. Видимо, придется пока временно развиваться в каком-то другом направлении, потому что серию мне надо писать, а эндерперлы у меня нету. Это кошмарно. И, ребятки, еще одно подземелье. Пиратский сундук. О, а вот как раз на него нужен ключ, да? И, благо, что я с собой взял спайдер-ки. Наверное, землю можно выкинуть, да? Ну, здесь же должны быть сокровища. Единственное, что я надеюсь, что я не взорвусь. Нет? А как это открывается? Это же спайдер-ключ. Крафтабл. Более того, его скрафтить, оказывается, можно. Трэжер-тул для этого какой-то нужен. Господи. А как? Ключ сломался. В смысле? А здесь еще один какой-то есть ключ. Это вот такое надо сделать, да? Так. И теперь что? Ключ сломался. То есть, все-таки сюда не этот нужен был. Но у меня есть отмычки. Могу ли я воспользоваться ими? Ключ сломался. Как это нахрен работает? Блин, я сейчас свои все ключи угрохаю. Блин, я хочу этот сундук. А могу ли я его взять? У меня левая рука свободна. Я его могу взять. Блин, единственное, что я его фиг отсюда притащу домой. Если я его сломаю уже, наверное... А, погодите, он топором рубится. Нет, его можно вот таким образом взять. Окей, я его притащу с собой. Я его даже положу вот сюда. Возможно, когда-нибудь мы с вами сможем его открыть. Блин, ну это, если честно, обидно. И зачем мне этот вот замок? Ребятки, еще один сундук. У нас с вами прямо сегодня серия забега по сундукам. Хотя, по-моему, прошлая такая же была, да? Так, а ты тоже не открываешься. Так, давайте сделаем поярче, а то здесь что-то не вижу ничего. Как тебя открыть? У тебя какой-то... Блин, как бы вот тут знать, что это за замок? Тут никак это нельзя сделать. И вообще, сколько у тебя этих замков? Потому что, как я понял, один сундук может быть закрыт на несколько замков. Так, вроде один. И, судя по виду, он, конечно, бронзовый. Мне вот интересно, если я потрачу на него свой золотой ключ. Погодите, а есть у нас с вами ключ, допустим, бронзовый? Деревянный ключ. А может, он... Он крафт был ноу. Черт, эти ключи не крафтятся. А, кстати, погодите, там этот самый спайдер ключ-то крафтался. Мгм, значит, сейчас мы с вами попробуем что-нибудь. Ну, я вот не знаю. Ну, давайте попробуем золотой ключ. Фиг бы с ним, а? Нет, ключ сломался. Блин, как это работает? Как я должен открывать эти сундуки? Нет, я их, конечно, все потырю. Потому что, ну, что бы нет. Ну, блин, я хочу сокровища. Я хочу эндерперлу. Дайте мне эндерперлу, черти полосатые. Ребятки, я сделал упс. Я не нашел у этой башни входа, поэтому я решил войти через стену. И я получил ачивку. Ты это пожалеешь. Мы таким образом... Ты об этом пожалеешь. Таким образом мы с вами разозлили волшебника. Я вот думаю, нам теперь хана, да? Он нас тупо прибьет. И почему я сюда пройти не могу? Ну, в таком случае... Мы его уже разозлили. Можно дальше разбирать его башню. В принципе, я думаю, ничего страшного, блин, не будет. Арк. Блин, как я потом отсюда выбираться буду, если я разобью лестницу? Черт. Да, я уже пожалел. Блин, простроили тут. Ну, что, волшебник, давай махаться. Где ты там? Где ты меня сейчас прибьешь, зараза? Давайте, на всякий случай, сожрем морковки, найденные в деревне. И волшебник. Так, а с ним все еще можно торговать. Что, собственно, такого-то? Ух ты! Какая-то павочка волшебная. И больше ничего интересного нет. Я здесь, на самом деле, нашел одну башню, даже пометил ее на карте, в которой волшебник продавал книжку улучшения на Аппрентос. Это будет неплохо. Но, блин, это опять не то, что мне нужно. Эндер Перл! Вот на этот раз я прокопался куда-то в странное место. Смотрите. Там необычный ровный пол, а как будто подземелье. И здесь, кстати, пошли очень интересные вот эти сами по себе конструкции. Надо было, наверное, все-таки включить записи вам показать. Но что-то, когда я об этом подумал, уже было поздно. Здесь, когда вы скапываете песок или гравий, справа или слева есть такие карманы с лавой. Она начинает здесь все заливать. В принципе, очень прикольно. Если бы я не был таким осторожным, какой я есть на самом деле, да, то я бы уже давно зажарился. Эх, нет, конечно же, я нифига не осторожный. И как я не зажарился, я сам не знаю. Ладно. Мне все-таки интересно, что же здесь такое. Такое ощущение, что структура сгенерировалась прямо где-то в расщелине. Ну, не в расщелине, в такой небольшом местечке из мира, да. И здесь... Во! Можно было найти этот сундук, видимо, просто так. Так, затонувший пиратский сундук. Что? Нет, ты тоже не открываешься, да? А, у тебя вон здесь какой-то красный ключ. Вот ты ж, блин, я сейчас чувствую... А, еще какой-то ключ. Ёш-моёш. Так, у тебя тоже топором собирать. Окей, пойдем и ты тоже. Я сейчас сундуков домой принесу. Ух, был бы толк. Погодите, это не сундук. О, вот сундук. Прикольно. Ладно, блин, здесь я явно не найду никакого эндермена. Что ж такое? Ох, ты ж нифига себе! Злой колдун! Что ты сделал со мной? Ты меня оглушил? Я тебя все равно забью, даже несмотря на то, что ты меня заморозил. Ты ж стоишь на месте, дебил. Но это, если честно, было страшно. Так, а как мне разморозиться? Ага. Понятно. Так, что он мне дал? Неизвестный спеллбук. Который я даже не могу с ним ничего сделать, да? И что-то было еще, но я не вижу, что. Я уже отчаялся и начал искать эндермена в пещерах. Но что-то есть такое ощущение, что здесь они тоже не водятся. Куда делись все эндермена, я не могу понять. Такое ощущение, что их твистер всех съел. Он говорил, что он уже пятерых штук там где-то нашел и побил. Блин. А мне что делать? Арк. Ребятки, я вижу вот там логово дракона. Мне уж очень хочется, если честно, туда пройти. По крайней мере, пока я его не вижу. Но есть ощущение, что это для меня ничем хорошим не закончится. Но давайте уж, если мы здесь. Очень по-быстрому, а? Ничего интересного, глава скелета, а? Вообще ничего интересного. Блин, какая-то фигня. Книжка. Блин. Зато там есть башня. Ладно, пойду хотя бы схожу в башню. Главное, что меня дракон не успел сожрать. Это очень позитивно. И я тут кое-что нашел. Судя по тому, что вот этот вот камень из Ice and Fire, есть ощущение, что это гнездо какого-то дракона. По крайней мере, у нас здесь с вами есть изумруды. Я не могу пройти мимо. Были бы алмазы, конечно, было бы лучше. Но вот вопрос. Надо ли мне ссуваться глубже? Есть ли в этом смысл? А, оно закончилось. В смысле? Я думал, что здесь мы сейчас с вами найдем какое-нибудь драконье логово, все такое. А мы с вами скопали пару изумрудов и на этом успокоились. Так, у меня есть запасная кирка, это хорошо. Лаймстон мне не нужен. А здесь что? О, еще изумруды. Или как-то это вот логово надо открыть для того, чтобы найти там дракона. Да, знаете, как яйцо большое. Разбиваете яйцо, а там дракон сидит. Блин, я боюсь туда идти. Да и не с моим обмундированием это делать. Он, конечно, там, возможно, спит. Ну, а вдруг там сейчас сидит дракон четвертого уровня, который у меня просто ам, и все, и не будет зига. Печаль. Блин, эндерперлов у него в любом случае нет. Давайте я сюда поставлю метку, Dragon Nest, знак вопроса. И на всякий случай просто, чтобы она у меня была. Если что, я уже успел пройти. Причем пройти, у меня нет никакого средства передвижения. Вот наш дом, да. И вот, собственно, вот это вот все я за сегодня прошел. Для того, чтобы найти один чертов эндерперл арк. И, ребятки, я все-таки немножко перестарался. Смотрите. Видите хвост? Но это, похоже, не дракон четвертого уровня все-таки, да. Это просто какой-то дракон, но он там сидит и спит. Знаете, что я на всякий случай сделаю вот так. И поставлю сюда много-много факелов. В смысле, у меня факелы закончились? Это вовремя. Не поставлю сюда много-много факелов. Ну, ладно, в любом случае метка у меня есть. Если что, мы с вами сюда придем и попробуем этого дракона изничтожить. Хе-хе-хе, мне отомстили мои аквакриперы. Черт, я хрен знает, где я дома. О, ну ладно, это будет долго. А это что такое? Ой. Кто это? Это лама сказала? Фига себе, они звуки издают. Тихо, 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 тихо. И? Копать? Блин, каким образом искать сокровища в этом моде? Я уже находил, знаете, такие похожие на колодец структуры. Я их все тоже выкопал и ничего там не нашел. Я думал, что есть во всем моде, надо вот так вот делать. Что это за звуки все-таки? Или здесь рядом кто-то сейчас заспаунился и меня ждет веселая мучительная смерть? Блин, тут тоже нет ничего. А как мне в таком случае вообще, что, зачем я это нашел? Или не во всех таких сокровищах есть сундуки? Ну, в могилках я имею ввиду. Блин, это печально. Или надо где-нибудь у изголовья там копать, или наоборот не у изголовья. Страшные звуки. Блин, арк. Ого. А это что такое? Если я сразу войду через стену, на меня никто не обидится? Не говорите мне, что здесь тоже ничего нет. Ага, вот здесь, видимо, что-то есть. Смотрите, здесь доски. Видимо, там, где есть доски, там есть и сокровища. Окей, давайте, чтобы не тратить время, я выкопаю, ну, постараюсь прокопаться за кадром. У меня нет факелов, поэтому все, что я вам могу показать, это вот это. Обычный сундук, который я не могу открыть, потому что он тоже закрыт. Ну, как обычно, забираем с собой. Ну, все. Короче, мне надоело. Пошел я в сторону базы. И я на базе, и у меня есть два магических баба. Давайте хотя бы их откроем. Может быть, хотя бы в них будут эндерперлы. Ай! А почему я так быстро... Ё-моё! Открыл, называется, бобы. Почему я так быстро по ним ползаю? Не было же такого раньше. Да, может, шифтом как-то надо ползать. Я не помню, чтобы такой кошмар был. Что происходит? Вроде раньше можно было спокойно по ним ползать, нет? Спускаемся. Фига себе высота. Я почти быстрее, чем картошка, или что это там такое. Спускаюсь. Так, золотое яйцо. И твистер убила собака. Это все, что мне выпало? А! Остальное я типа все собрал, да? Золотое яйцо, это вроде как неплохо. Если это то, что я думаю, то из него можно сделать курицу, которая нам будет просто так нести золотые яйца. А золотые яйца, это золото. Ну, в смысле, золотые наггеты, да? Так. Попробуем еще разобраться. А, вот, смотрите, сейчас у меня получается. Что-то просто в первый раз не получилось нормально. Так, открываем второй под. Бум! Черт, мне бы алмазик вот забрать. О-о-о! О-о-о! Тихо! Ух! Так, а здесь что? Я тоже все собрал, да? Еще одно яйцо. Я могу сделать двух курей. Ей! Или продать кому-нибудь курей за эндерперлы. Так, ладно. В принципе, конечно, неплохо. В части хотя бы алмазов. Остальное это мне не сильно нужно. Особенно бобы. Еще мы с вами себе нашли дрилкор. Из него же можно себе сделать, по идее, дрель. Если мне будет не жалко вот этих вот ингредиентов. Единственное, что, конечно, сейчас у меня с энергией не очень хорошо. Но думаю, что дрель я себе сделать просто обязан. Потому что, если вы не помните, то дрилкор это самый дорогой компонент, который есть. Здесь аж четыре блока требуется железа. Хотя, в принципе, на саму-то дрель тоже еще три. Ну, ладно. Энори это три блока железа, да? Где там мое железо? О, у меня же было с собой железо. Я молодец. Три блока железа, это несложно. Бум. И вот она, собственно, наша дрелька. Ее можно даже покрасить. Как ее красить? А, просто плюс краска, да? Я хочу, как обычно, черную дрель. И у меня где-то даже была по этому поводу черная краска. Я точно помню, что я ее собирал. Это не она? Ребятки, отмычки-то, оказывается, можно делать. И, по идее, эта штука, вот у нее, оказывается, написано, что может открывать даже скерц, типа замков. Так что, в теории, мы с вами можем таки попробовать открыть вот этот вот, ну, как, сундучок, да? Потому что у него остался спайдер-ключ. Его тоже можно сделать, но мне, к сожалению, нужен glowstone на это дело. У меня его по понятным причинам нету. Давайте попробую я себе наделать таких, как бы, отмычек, потому что они делаются не очень дорого. И мы с вами увидимся. И, судя по, в кавычках, дороговизне этих рецептов, мне есть такое ощущение, что в этих сундуках вообще, ровным счетом, ни хрена полезного не будет. Но, тем не менее, давайте будем пробовать. Отлично. Оно открылось прямо с первого раза. И почему в этот раз моя отмычка не сломалась? Она же в прошлый раз сломалась прямо самостоятельно. Ну, ух ты, золотая монетка. И, кстати, пока я читал, каким образом работать с этим модом, я понял, что монетки вот эти вот, оказывается, нужно как раз было... Отлично, спайдер-ключ. Нужно было как раз скидывать в те вот замечательные колодцы, о которых я говорил. Блин, вот лажа. И, ребятки, последний сундук. У него всего один замок. Я надеюсь, что у меня... Черт, не получилось. Арк. Хотя он вроде как обычный. Давайте попробуем его открыть все-таки обычным ключом. Может, это так должно делаться, не? Потому что иначе вообще зачем нужны эти ключи? Да, это все-таки... А на них шанс не написан. Интересно. Так, здесь есть очень странная отмычка и тоже всякая фигня. Блин, печально. Ну, ладно, ребятки, что я могу сказать? Нам с вами пришла пора прощаться. Извините за такую странную серию. Ну, что поделать? Я действительно очень много времени на нее убил, но у меня так и не получилось найти то, что мне было нужно. Так что, тем не менее, надеюсь, что вам понравилось. С вами был Zig the Hedge. Мы увидимся в следующий раз. До новых встреч. Как обычно, всем счастливо, ребятки. И пока. Пока.